Падение ангелов В центре картины Архангел Михаил в синей накидке с помощью меча золотистой полупрозрачной ручкой он повергает дракона, который по всей вероятности символизирует сатану. Архангел Михаил часто изображается в доспехах, борющихся с сатаной, который иногда принимает вид дракона. В целях страшного суда он обычно держит весы, на которых взвешивает души умерших. Я цитирую текст с сайта «Описание картины». Умело работая своим длинным мечом и щитом с красным крестом, символ воскресения и окончания победы Христа над злом, Михаил побеждает сатану и войско ангелов, которые в своей гордыне восстали против Бога. В верхней части изображения сверкающий шар, представляющий небеса. Светлые ангелы сражаются с темным войском, восставших против Бога и играют гимн победы на божественных трубах. Фигуры здесь яркие и ясные, с детально проработанными лицами, с большой виртуозностью проработаны крылья. Движение свободное, исключение составляет падающий образ. Несмотря на их белую одежду и золотые крылья, видно, что они уже поверлены и, раскинув руки, безвольно падают вниз. Нижняя половина картины темная, мрачная, требует усилия, чтобы различить отдельные образы. Здесь все смешано, насыщенно, плотно и хаотично фигура в аду теряет человеческий облик и превращается в ужасных монстров с огромными пастями, клешнями. Лица и глаза, которые еще возможно различить, наполнены ужасом, рты раскрытые в безумном крике, падшие во мглу ангелы принимают причудливые демонические формы. А сам сатана, превратившийся в дракона, попран ногами Михаила. Цветая гамма нижней и верхней части, конечно, здесь различается. Верх выполнен синим, голубым, желтым и белыми оттенками. Цвета насыщенные, яркие, светящиеся. Нижняя часть наполнена темными, зловещими красками, коричневыми и темно-красными. Ядовито-желтые, серые и зеленые контуры создают впечатление ужасной смеси, которая убивает все светлое и забирает жизнь. В настоящее время эта работа хранится в Королевском музее изящных искусств в Брюсселе. Ну вот, наверное, и все, что можно было найти по картине Питера Брегеля Старшего «Падение мятежных ангелов». Пока-пока, до свидания, узнали что-то новое, интересное. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok